Искренность – это самое главное. Если в твою искренность поверили, считай дело в шляпе. И действительно, искренние поступки – это самое ценное, на что способен человек. Именно поэтому Юлия Алексеевна несколько десятков лет была донором. Она делала это не за признание и благодарность, а ради спасения вначале родных, а потом и совсем незнакомых людей. В 67-м году сбила машина мою маму. И я ей сдала первый раз. И с того потом врачи сказали, что вот такая молодая, здоровая, у нас крови не хватает. Я говорю, ну ладно, буду сдавать. И через каждые два месяца с половиной приходила сдавала у нас там пункт переливания крови. Юлия Алексеевна признается, трагедия перевернула ее жизнь на 180 градусов. После нескольких лет, частой сдачи крови, она успела подружиться и с медсестрами, и с врачами. Медики знали, что она соблюдает строгую диету. И могли приехать даже ночью, когда кровь была экстренно необходима. Знаю, что я не пью, и жирного не ем, и до сих пор я не ем. У меня кровь всегда хорошая. Плазму детям. И вот так стала сдавать. И всю жизнь сдавала. Вот с 66-го года. Сколько, в общем, раз? Есть ли цифра какая-то? А я не помню уже, потому что очень много. Ну, бочка-то подъезде есть. Из-за проблем со здоровьем и уже почтенного возраста Юлия Алексеевна не может больше сдавать кровь. Об этом пенсионерка очень жалеет. Она по сей день сохраняет внутренний запрет на все вредные привычки. Кроме одной. Ни в коем случае, и до сих пор я не пила. А курить я начала вот недавно, когда детей похоронила. У меня двое детей погиб. Старший сын 40 лет погиб. И дочь 28 лет. И вот одна дочь у меня осталась. В Иркутске живет. Но она с 69-го года. И все. Несмотря на то, что у пенсионерки 14 внуков и взрослая дочь, сегодня она живет в Читинском социальном приюте. Родственники попросту не знают, что Юлия Алексеевна находится в учреждении уже больше года. Родные никак не поддерживают с ней связь. Телефон у меня, связь была, я его продала. Симку продала. И думаю, ну зачем беспокоить. Если надо будет, похоронят. В соцприюте пенсионерка, уже нашла друзей и поддержку в лице медперсонала, который круглосуточно наблюдает за ее состоянием. Таких отзывчивых людей, как Юлия Алексеевна, в нашем регионе чуть больше двух тысяч. И все они носят звание почетный донор. До 1 апреля 2023 года все они получат ежегодную выплату в размере 16,5 тысяч рублей. Правительство региона выделило на это 34 миллиона рублей. Екатерина Бокшеева, Антон Носов, РТК Забайкалье.